На очередном заседании исполнительного комитета Гагаузии 31 марта было рассмотрено 17 вопросов. Начальник главного управления экономического развития Виталий Кюркчу представил отчет о реализации региональной программы развития населенных пунктов АТО Гагаузия с 2005 по 2013 годы. Она реализуется в рамках национальной программы «Молдавское село». Гагаузия – одна из регионов, которая проводит мониторинг и оценку реализации этапов программы, чем обеспечивается преемственность в органах власти по применению стратегических документов. Наряду с теми, что принимались исполкомом Гагаузии во главе с Башканом Михаилом Формузалом, мы продолжаем реализовывать и оценивать эффективность тех положений программы, которые были приняты предыдущим составом Гагаузского правительства, подчеркнул Виталий Кюркчу. Заслушав представленную начальником управления экономического развития информацию, члены исполкома приняли соответствующее постановление. А председатель Гагаузского правительства Михаил Формузал поручил главе ведомства подготовить отчеты о ходе реализации региональной и национальной программ отдельно по каждому населенному пункту. Соответствующую информацию в своих сферах должны будут подготовить и начальники всех управлений Гагаузии. Первым отчет подготовят по селу Бешалма. Подведение ежегодных итогов о проделанной работе стало хорошей практикой. Сейчас подошло время отчитаться по всем отраслям в рамках данных программ за прошедшие семь лет, отметил глава правительства Гагаузии. Первые отчеты будут заслушаны во второй половине апреля. Цель региональной программы – развитие населенных пунктов АТО Гагаузии в 2005-2013 годах, создание нормальных условий жизнеобеспечения населенных пунктов автономии. О ходе весеннеполевых работ в агрохозяйство Гагаузии доложил глава управления агропромышленного комплекса Илья Топчу. Заслушав и обсудив представленную информацию, исполком отметил, что работы ведутся своевременно и на должном технологическом уровне. В этой связи Гагаузское правительство поручило ведомству и главам районов обеспечить и далее ведение полевых работ в оптимальные сроки, оказывая всяческую поддержку лидерам крупных и мелких сельскохозяйственных предприятий автономии. Кроме того, управлению АПК необходимо завершить работу над проектом по организации и созданию лизинговой компании по закупке сельхозтехники и отчитаться по этой работе до 1 июня текущего года. Также данному ведомству совместно с Управлением экономического развития поручено изучить опыт работы, инфраструктуры, послеуборочной обработки и переработки сельхозпродукции в странах ближнего и дальнего зарубежья и представить свои предложения до конца мая. В субботу 5 апреля в Гагаузе объявлен единый день озеленения. Он пройдет в соответствии с планом мероприятий в рамках двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов автономии с 1 апреля по 31 мая, утвержденным Исполнительным комитетом. В рамках предстоящего субботника члены исполкома и депутаты Народного собрания Гагаузии будут сажать молодые деревья. В этом году планируется озеленить территорию памятника воинам-освободителям в селе Бешалма. Там будет посажено около 50 саженцев. В прошлом году эта акция с участием членов исполкома и депутатов прошла в том мае. Илья Топчу сообщил, что все деревца принялись. По вопросу об инвентаризации объектов недвижимого имущества органов местного публичного управления Исполнительный комитет постановил райадминистрациям и премариям в месячный срок произвести полную инвентаризацию объектов публичной собственности, не внесенных в реестр недвижимого имущества в органах территориальных кадастровых офисов. В целях урегулирования представительства автономии в акционерных обществах с долей государственной собственности, действующих в Гагаузии, исполком представителями государства назначил в акционерное общество «Вулканешты Петрол» Ивана Крецу, заместителя примара города Вулканешты, в Чадыр Петрол Валентина Кара, главного специалиста по юридическим вопросам администрации Чадырлунского района. На этом же заседании Гагаузское правительство утвердило свой план работы на второй квартал текущего года, программу мероприятий ко дню памяти участников ликвидации чернобыльской аварии 26 апреля, состав оргкомитета смету расходов и дату 27 мая проведения ежегодной церемонии вручения премии «Лучший предприниматель года», программу празднования национального праздника «Хидерлес» и план мероприятий, посвященных 20-летию со дня образования Гагаузии.